Всем привет! Вы на канале LEGO Technica Embodiment. В предыдущем видео я показал, как сделать вот такой двигатель с пускным клапаном из золотника. Сегодня я расскажу о некоторых улучшениях, связанных с повышением мощности двигателя. Для начала немного теории о том, как работает двигатель. Итак, когда поршень идет вверх, вот в этом положении он начинает открывать входной клапан. И в цилиндр начинает поступать воздух. Давление которого оказывает силу противоположному вращению двигателя, пока поршень не достигнет верхней точки. Уменьшить такой эффект можно за счет увеличения объема цилиндра, в который будет поступать воздух, пока поршень не достигнет верхней точки. После того, как поршень достиг верхней точки, он начинает идти вниз. И вот в этом положении клапан закрывается, и воздух перестает поступать в цилиндр. И дальнейшее движение поршня осуществляется за счет поступившего в цилиндр воздуха, давление которого по мере опускания поршня уменьшается. В момент закрытия клапана объем воздуха равен 1291 кубический миллиметр. А когда поршень достигает нижней точки, объем воздуха равен 1830 кубических миллиметров. И вот таблица зависимости от давления воздуха при нижнем положении поршня в зависимости от исходного давления воздуха, поступившего в цилиндр. К примеру, при начальном давлении 2,5 атмосферы, оно падает до 1,76 атмосферы. Соответственно, чтобы повысить мощность, нужно увеличить давление в нижней точке поршня. Сделать это можно за счет увеличения исходного объема воздуха для данной конструкции двигателя. В момент закрывания клапана. То есть вот в этом положении. И для этого придется увеличивать двигатель, добавлять какие-то детали. Нужно просто задействовать неиспользованный объем верхнего кубика. Тогда в момент закрывания клапана объем воздуха будет 2509 кубических миллиметров. А в нижнем положении поршня объем воздуха будет 3048 кубических миллиметров. И вот для сравнения таблицы зависимости давления воздуха до улучшения и после. Так, если кто-то уже сделал такой двигатель, то достаточно взять модельный нож. И разделить его. Вот. После этого достаточно засверлить вот эти вот отверстия 2-х миллиметровым сверлом. И приклеить вот эту деталь обратно. При этом проклеивать нужно не только по периметру детали, но и вот эту часть. Вот эту тоже. Так как вот эта часть детали подходит не совсем плотно, то желательно вот здесь тоже промазать клеем, посыпать содой, и только после этого уже склеивать. Тогда герметичность будет полная. Следующее улучшение заключается в изменении вот этого выходного отверстия. То есть вместо 2-х миллиметрового сверла я использовал одно миллиметровое сверло. Засверлил немножко под углом. Вот так вот. То есть положение выходного отверстия должно быть вот таким. чтобы в нижней точке отверстия. Прямо вот ровно по срезу цилиндра. И почему одно миллиметровое сверло, чтобы воздух выходил не так быстро? Потому что он начинает выходить где-то уже в этом положении, чтобы постепенно выходил. Есть еще одна особенность работы этого двигателя. Так как он может вращаться как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, то может возникнуть такая ситуация, когда крутящего момента маховика не хватит, чтобы открыть клапан. И в лучшем случае двигатель остановится, а в худшем он может начать вращаться в обратную сторону. Вот чтобы избежать такого эффекта, можно решить его следующим образом. Это добавить сюда еще один цилиндр, который будет работать. от этого же клапана. Таким вот образом. Но расположение поршню в момент открытия будет смещено на 90 градусов относительно первого. вот таким образом. И получается, что в момент открытия клапана, когда и сюда, и сюда начинает поступать воздух, вот это плечо у нас больше, чем вот это. и второй поршень начинает перетягивать его в одном направлении. Сейчас продемонстрирую. Так пытаемся запустить его против часовой стеркви. то есть пытаемся запустить, а он движется по сторонам по часовой стеркви. теперь отключим. старый поршень. Второй поршень. может работать как против часовой, так и по часовой. поршень. но в такой конфигурации есть другие минусы. первый поршень. Первый поршень у нас работает только до своего среднего положения, а второй поршень работает от момента открытия клапана и до нижнего положения. своего. то есть есть некоторые потери мощности на первом цилиндре, ну и на втором, так как он работает не полный ход. Соответственно, чтобы такая схема работала, выходное отверстие делается только в одном цилиндре вот здесь, делается таким учетом, чтобы воздух выходил вот в таком положении коленвала. так, на этом все. всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.